Сегодня, перед началом заседания Рязанской городской думы, после реконструкции и капитального ремонта открылся 115 детский сад в московском микрорайоне. Таким образом, парламент заседал на фоне жизнеутверждающего и в чем-то символического события. Теперь, после надстройки третьего этажа, в детсаду открылись пять дополнительных групп. Благодаря этому, в его вместимость увеличилось примерно на 100 мест. Работники горадминистрации, присутствовавшие на торжественном открытии, сообщили, что в этом году откроется также и большой садик на улице Зубковой. Впрочем, ситуация с местами в детских садах сейчас не такая острая, как, например, еще пару лет назад. Об этом говорили депутаты Рязанской городской думы второго созыва на сегодняшнем заседании. На первое заседание местного парламента пришел и губернатор Олег Ковалев. Он пожелал парламентариям как можно быстрее утрясти все организационные вопросы, чтобы приступить к нормотворческой деятельности. Проблем накопилось много. Многие не решались десятилетиями и годами. Рязанцы доверены сегодня вам в власти. Они на вас рассчитывают, надеются и ждут конкретных действий и конкретных решений. Принципиально важный момент. Все решения нужно принимать, только советуясь с людьми, опираясь на мнение общества. Будет это социологические исследования, будет это обсуждение проблем в различных форматах. К любым обращениям, может быть даже самым на первый взгляд обсужденным, надо относиться с уважением и вниманием. Вникать в каждый вопрос, находить на сути проблемы. И если есть возможность помочь человеку, обязательно это сделать. Только так вы укрепите свой авторитет и доверие людей в целом власти. Обществу нужна современная работоспособная городская дума, четко реагирующая на запросы граждан. Я желаю вам успехов в реализации всех намеченных планов на благо Рязани, поддержки и понимания коллег из Ивлеков. Депутаты довольно споро взялись за исполнение губернаторских наказов. Прежде всего парламентарии выбрали себе председателя Рязанской городской думы. Им стал бывший начальник управления культуры администрации Рязани Андрей Кашаев. Из рук дважды герой Советского Союза и почетного гражданина Рязани Владимира Аксенова, он получил символ городской власти – цепь главы города. Очень символично, что вы избрали все-таки профессионального, молодого, но уже опытного в организационных делах, но представителя культуры в прошлом. Вот Андрея Анатольевича Кашаева. Я вас от души поздравляю, потому что я считаю, что Рязань имеет многолетнюю, тысячелетнюю культуру, историю, и она как никакая, наверное, область нашей страны должна иметь поставленную систему воспитания патриотов молодого поколения и достойного представления ее великого прошлого. В своем вступительном слове избранный глава Рязани подтвердил, что в первую очередь он собирается призывать депутатский корпус к активной работе по решению насущных бытовых проблем рязанцев. На наш взгляд, состав Думы достаточно эффективный, конструктивный, люди все работоспособные, люди адекватные, поэтому считаю, что вот с этим составом мы должны думать. Те задачи, которые поставил губернатор Рязанской области перед депутатским корпусом, они могут быть выполнены. Конечно, это работа даже не пяти лет, но действительно вот это выстроить поэтапность, выстроить логику, выстроить информированность и открытость. Это, наверное, основные задачи, которые ждут от нас избирателей на начальном уже этапе. То есть каждый должен прекрасно понимать вообще, к чему мы стремимся, каково развитие. Далее депутаты избрали заместителей председателя Гордумы. Первым заместителем главы муниципального образования стал единоросс Александр Чайка, заместителями единоросс Лариса Максимова, а также коммунист Петр Полинок. За эти кандидатуры депутаты проголосовали единогласно. Также через неделю состоится конкурс на должность главы исполнительной власти. Ну а пока временно исполняющим обязанности стал Виталий Артем.